Друзья, я теперь все, я подсел на эту штуку, я строю лебедку, мы строим А2, вот прям вот все вот в небе, как это, эх, мы победим. Планера можно купить дешево, то есть за 1 евро иногда продают планер, можно купить и реставрировать его, если руки откуда надо растут. Набрал Груноу Бейби форсейл и мы купили за 10 евро. Владельцы их сказали, у нас второй планер есть, не хотите забрать, вот, так и СГ пришла. Здравствуйте, кубоковажаемые любители ледных видов спорта. Я только что отмахал огромное количество километров и попал в осеннюю сказку. Смотрите, как столько листьев. Класс. Я попал в Литву, в город Каунас, в совершенно замечательную погоду. То есть ехал сквозь какие-то дожди в Германии, туман в Польше, и наконец-то я в Литве. И сейчас вы не поверите, чем мы займемся. Вот канал Мечта летать же. Мы пойдем, посмотрим, как строят деревянные планера. Где-то здесь, вот, друзья, расположен дом, в котором живет Бенас. Человек, который своими руками построил огромное количество уже деревянных планеров и продолжает их строить. И мы попытаемся взять у него интервью. А я дико хочу сделать то, что я любил делать в детстве. Смотрите, вот так вот. Даже немножко скучаю по такой осени, потому что все-таки я в Литве жил до 16 лет. Вот сейчас приезду и попадание вот в такую замечательную погоду, это прям сказка. Замечательное настроение, значит, ролик у нас получится. Итак, мы подъезжаем к цели. Навигатор нас ведет. Эке-ке-ке-ке-кей! Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта! Лабаденагер беме скландемо спорта мегей! Всем привет! По-русски давай! Будем говорить по-русски, хотя я отлично говорю на литовском, даже в свое время стихи писал по-литовски. Девушки бяти! Жене не говорите! Венас, все теперь его знают. Друзья, это один из тех редких людей, который делать умеет что-то вот этими замечательными руками. Как и все, может быть, все хотят, но не каждый умеет. И он строит планера, настоящий деревянный, то есть человек может сам взять вот дерево, вот как видите. Забор забрать вот этот. Ну, наверное, не забор, конечно. Но из этого забора взять и построить настоящий планер. И я знаю таких людей пока в мире двоих. Еще один Эрмир Керимов, он живет в Новосибирске. И только что мы, кстати, с ним созванивались. Тебе огромный привет. Спасибо. Мы час проговорили, он рассказал мне столько веселых историй. Человек сделал своими руками тоже планер СЖ-38. Но так как он устроил его в свободное от работы время в стенах новосибирского вот этого Сибня, то Сибня первым делом захотел отобрать этот планер. Да, это я только что слышал. И этот планер бодренько спасли. Причем у человека есть чеки на руках. Все, что он сам все делал, все вот-вот. Только что единственное, он использовал помещение. Ну и там решили, что сейчас мы... Как это? Как часто делают? Отобрать и поделить. Здесь у нас не так. Друзья, смотрите, мы не успели войти в дом, а уже вот я... Давай-давай, прошу. Да, я нагло рвусь сюда, потому что бедность может быть скажет, давай кефейкучь и так далее. Но вот посмотрите, как человек живет. Я поставлю чайник. Да, да, ты ставь, 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 ставь чайник, да. Да на ты уж и у меня уж надеюсь, а то... Друзья, вот посмотрите, вот он, да, вот он вход в дом, вот мой автобус. О, раз, хочешь так в дом, чпунь, дверь закрыл, и сразу чпунь первым делом. Куда? В мастерскую. Опа! А вы говорите, нельзя планер построить. Можно. Вот. Это, кстати... Это лучший вариант, потому что... Потому что я могу... Никто не перехватит по дороге в дом, да? Не-не-не, я имею в виду, это в гараже, но пару лет назад мой бро-9 Geogos, он был в комнате о втором этаже. Там тоже теперь сейчас планер. Ха-ха-ха, он сейчас пойдет, у нас экскурсия будет. Но, то есть, получается, стандартный гараж 6 на 3 метра, да? Классика. Да, почти, да. Потому что 6 на 3 метра... Сейчас я на себя переключу. Друзья, у меня оператора нет, вы уж простите, канал у нас, ну как-то, бедный. Потому что... Да зато снимаем самое актуальное. У меня тоже 3 на 6 метров гараж, правда, к нему еще сбоку гараж. Там я построил одну из самых лучших лебедок в мире, гидравлическую. Когда спросили немцы, Игорь, как тебе это удалось, вот, сделать гидравлическую лебедку, которая может с тягой 850 килограмм на скорости там 150 километров в час тянуть планер, закидывать там бланник за 20 секунд на 600 метров. Я говорил, вы знаете, почему она такая маленькая? Потому что места больше не было. Да. Ну, отлично. Это что за аппарат? Это первый литовский планер Техник 1. Ну, он, как они взяли, например, немецкий планер, похожий на СГ, RRG Zögling. Его немного переделали, и это был наш первый литовский учебный планер. Вот как сейчас Зиле или там ЛАГ-16. Тогда была Техникас 1. Вот, я его делаю. Ну, я, друзья, я в диком восторге, я понюхать могу. Дерево, я же вот это все вот так же в авиомодельной лаборатории, то есть для меня вот эти все пупочки, но я вижу, что лазером резаная фанера. Некоторые так, некоторые так. Ну, то есть уже как бы, потому что я помню этот лобзик так, бзык-бзык-бзык, особенно меня больше бесило эти нервюры вырезать, потому что у них внутри такая пью, и ты лобзик застрял, ты только хрящ не рвешь, это хрусть, потому что твою же дивизию. Ну, вот дерево. Это, конечно, вот для рук, это, наверное, самый кайф. Вот пришел с работы, например, или вообще на работу не пошел. И, эх... Второй вариант. Второй вариант. Ну, лучше, если был бы первый. Ну, вот, и вот так вот клеишь. Ну, это же кайф, это просто вот... Некоторые говорят, что ой, как все дорого, раньше в Советском Союзе было бесплатно, давайте нам бесплатно, друзья, бесплатно сыр в мышеловке. А можно же самому. Ведь первые планеристы как делали там? Тот же, там, Антонов, Королев, они... Ну, встроили же. Самое интересное, что в мире сейчас возрождается идея собирать старинные планера. Вот сейчас куча заказов по всему миру бывает. Оттуда, оттуда, оттуда восстановить такой планер. Это же историю восстановить. Вот у нас есть идея восстановить А2 Антоновский. Моя такая мечта... Вот, ну, может и сбыться? Я думаю, сбудется. Ты думаешь, сбудется? Я хочу добавить, что все планера, кроме там, пару заводов, делаются дома. В кухнях, там, всяких заборов, и... Ну, в гаражах. Все планира. Все планира. Наш человек, наш. Вот, вот, вот. Вот. Гараж — это место силы. Гараж — это там, где появился тот же реактивный планер. Вот, поэтому... Продолжим. Прошло полчаса. К сожалению, я ничего не записал, потому что мы просто вот как зацепились языками, так... Куда сбежал? Час, наверное, мы проразговаривали. А в планерах уже кучу идей сгенерировали. Что будет дальше, мы сейчас вам все расскажем. Я тренировался на ритовском разговаривать. Я же говорю, стихи бяти писал. Привет. Если помнит. Так вот, о чем это? Да. Сейчас мы пойдем посмотрим все помещения, где делаются планира. Завтра вообще уже запланированы полеты. К 24-му году собирается планер А2. Но, в общем, и лебедка делается электрическая, чтобы тягать планира. В общем, обо всем по порядку. Поехали! А вот постепенно мастерская готовящаяся. Еще нету дверей стеклянных красивых, но вполне... Но это лавсан, авиационный. Авиационный лавсан, да. Так что вы не думайте, что это... А внизу, смотрите, какой песочек очень... Ой, как деревом пахнет, вкусно. Одно крыло готово. Ну, почти готово. Пока не покрыт лаком. Надо шлифовать все. Но оно должно потихонечку высохнуть, да, как-то? Ну, я веду, что вот это вот, как это называется, устаканивается или нет? Стабилизируется или можно сразу летать? Можно сразу летать, делать обтяжку. Но это крыло здесь, потому что нет места в гараже. По будущем здесь будет авиамастерская. Здесь будем строить планера. Может быть и А2. А2 будет готов! Олег Александрович Антонов, это мой кумир. И мои мечты обычно сбываются. И вот сейчас точно родилась мечта построить А2. Их в мире нет ни одного. Будет первый. И что мы получим? Медаль. Медаль. Мы получим медаль. Так что... Если не дадут, сделаем. Если не дадут, сделаем. Вот эти тебе не нравятся? Это такие же. Слушай, ну вот на А2 были какие-то ленты. То есть здесь вот что-то такое вклеено. А там были ленты, которые натягивались, приклеивались мокрые. Они натягивались и создавали вот эту вот подкосную всю эту систему внутри. Ну не подкосную. Посмотрим. То есть меня это всегда настораживало. Может быть... Ну понятно, что это делать близко к оригиналу. Но может быть творческая переработка. Я думаю, что все будет хорошо. С современными материалами Антоновский планер будет лучше, чем было в те времена. Почему планиров не осталось? Ну потому что... Их делали максимум на 5 лет. Потому что украл, выпил, в тюрьму. Не, ну полетал, бах-бабах, и, так сказать, новый построили. То есть самое обидное, что в Дусаафе, я помню, мне люди расплывали... Вот летчики рассказывали со слезами на глазах. Вот они плачут и рассказывают, как в Канаве за тракторами запахивали, не знаю, кучу там. Допустим, Як-12 был замечательный самолет. Их было огромное количество по Дусаафу и в стране летало. И Як-12 был на балансе Дусаафа. Но Дусааф должен был получать там что-нибудь следующее. Вильги. Ну потому что вот висит самолет на балансе. Его надо где-то хранить, как-то за него отчитываться. Еще что-то нафиг нужен такой геморрой. Что можно уничтожить, списать. Он прослужил свои там 10 лет, 12-15. Закопать в Канаву. Не продать колхознику, который будет летать там со счастьем. Ну не было такого в Советском Союзе. А закопать. Вот закапывали Як-12. Потом Як-18 какое-то количество закопали. Планировав, планировав А-15. Просто вот все тоже закопали. Один-единственный сейчас. Ну там что-то в каком-то музее есть где-то. И вот в Литве есть летающий экземпляр. Про него ролик на канале есть. За это, конечно, боль. У нас то же самое было. Но только у нас чуть-чуть по-другому было. Потому что власть там далеко. В Москве так мы... Под шумок. Тик-тик-тик-тик. Некоторые детали спрятали. Вот у меня есть и Бро-12 крылья. Ну, к сожалению, Бро-9 ничего не осталось. Надо было все изготовить самому. Ну, там А-11 некоторые детали. А-11 ты же восстанавливал, да? Нет-нет-нет. Альгимонтас из Шевляек. Кстати, сегодня он прислал видео. Он там летал с дымом на крыле. Наделся? Да-да-да. И он уже... Видео надо ставить будет в ролик. Да-да. Будет видео. Видео будет. И он восстанавливает А-13 пилотажный. Ну, вы представляете, какие люди подвинутые на этой идее. И они меня уже заразили. Все, у меня уже... Ты уже крыша... Это, знаете, вирус. Вот я зашел сегодня. Думал, так проехать мимо. Улыбнуться. Чпунь. И все. И вообще не сбежать теперь с этого. Так вот. К вопросу, а почему ничего не осталось. Потому что, ну, уничтожали. Потому что так было удобно. Вы Ил-2 видели в живой где-нибудь? Или еще чего-нибудь? Ну, просто к истории относились своей... Там, не знаю... Ну, как-то так. Одни вещи хорошо, там, например, парад. А другие вещи, как музей какой-нибудь, так похуже. Прекрасный музей есть в Германии в Вассеркупе. Там огромное количество старинных планиров. И я, когда каждый раз через Вассеркупе проезжаю, я просто хожу по этому музею. И вот у меня там час-полтора такого релакса. Там вот посмотреть на всю эту историю. Очень такое место знаковое и доброе. И поэтому... И ты смотришь на это и преклоняешься перед людьми, которые это все восстановили. То есть вот этот планер. И вот он в музее. Причем вот деревянные планира-то, они почти вечные. Да. Слух, 40 тысяч? Да-да-да. Я слышал про планеры. Это К-4. 40 тысяч полетов. И 10 тысяч часов. У Беноса есть планер, который старше него. Да, 51-го года. Бруно Бейби. Не думайте, что он такой 51-го года. Он вообще еще год. 81-го года. То есть при должном отношении такие планера могут сохраняться. Но к сожалению так получилось. Почему так получилось? Ну потому что там сначала война, потом там Дусафу нафиг это было не нужно, потом там еще что-то. Ну вы посмотрите там какой музей в Крыму, например, планиризма. Там есть музей, но вот если к нему подойти, там можно с горя упасть. Потому что одно название от этого музея. Ну почему так? Ну потому. Чтобы этого поменять в каком-то роде, есть люди-энтузиасты. Им просто нужно дать возможность что-то делать. И должны такие люди появиться, которые хотят делать. И вот в России есть человек, который тоже занимается реставрацией, ну изготовлением планеров старинных. Ремир, он строит SG-38 немецкий планер. Полетав на этом планере, наверное, это зародило в меня какую-то идею, что вот блин, это же клево. То есть я, представляете, какой дурак. Я в свое время, когда покупал планер-твинастер в Европе, моя жена слетала на Слинзбе, называется, такой красивый двухместный планер. Сидишь рядом, просто восторг. Она слетала, говорю, ну как? Она говорит, класс, вообще зашибись. Ну ты, говорит, слетай-то. Я думаю, а что я? У меня вон на этом, на лебедке, на твинастере своем потеклянном. Я теперь дико жалею, что не слетал. И я слетал на SG-38, и немножко меня вот этой, как это, босиком по небесам ощущение, что ты стоишь вот в воздухе, это вот как параплан. Я на парапланах дико люблю летать. Да, я тоже называю... Ты тоже летаешь на парапланах? Да, да. Это как параплан, но только с ручкой. Кому не нравятся вот эти сложения все на параплане, там нет таких. Ты просто летаешь как на параплане, только все, контролируешь ручкой. Все, все просто. И эти старые планера, это не только вот как музейная ценность. Это другой вид полетов. Вот на современном планере, ну, там летаешь маршрут и очень скоро... Быстро, да, быстро. Да, быстро, быстро. А здесь ты, ну, как люди покупают эти ультралегкие планера. Вот SWIFT... Да, я научился на SWIFT летать сейчас. Сколько стоит SWIFT? 38 тысяч евро стоит SWIFT и 80 тысяч евро, друзья, стоит RK UpKelix. Старый деревянный планер, который еще может летать пару... Один евро. Ну, можно за один евро или пару... Но скажи, пожалуйста, что это правда. Вот, друзья, некоторые говорят, что планиризм это только для олигархов, которые наворовали денег. Ну, вот посмотрите, олигарх похож? Нет, 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 не похожи. Нет, нет, конечно, конечно, это простой, простой спорт. Каждый может, только нужно найти планер. Деревянный старый планер найти можно, общаясь с другими такими людьми. Такими же немножко... Прот. Да. И шпроты еще сошел с ума, да? Да. Я помню все. Есть в Европе такой клуб Vintage Glider Club. Там люди меняются информацией, делятся планерами, продают, покупают, реставрацией занимаются. Каждый год собирается слёда. В котором году будет? Литве. В 24-м. В 24-м. Вот. Будет возможность. Мы попробуем там сделать этот А2. Да! Это уже считайте, что он пообещал. Друзья, просто началось всё с шутки, а на самом деле очень, очень, очень есть хорошее настроение. И представляете, на планете этого не осталось. Вот на огромной планете Земля нет ни одного планера А2. А при том человек, Антонов, великий и замечательный конструктор. И он этот планер-то делал, ему там даже 30 лет, по-моему, не было. Да. Потому что его сразу после института отправили делать в туши на завод. На заводе до 1938 года развил производство планиров, их действительно делали в огромном количестве. Мы сейчас думаем, как один сделать, а там штамповали сколько угодно. И в 1938 году, это кто там говорит, что АГГ, как товарищи некоторые способствовали развитию планиризма, в 1938 году завод закрыли, потому что пришёл очередной человек в руководство, там не знаю чего, и решил, что планиризм больше не нужен. Зачем нужен завод? А закрыли, завод другое переделали. Антонов, ну представьте, человека дело отобрали, которое он там старался, делал, а потом бац, закрыли. А потом в 1941, как война началась, опять открыли, чтобы планира делать. Ну вот так, закрыли, открыли. Ну такое вот плановое хозяйство. Боль, это боль. Я прям вот иногда вот этих вот чиновников ненавижу. Ну мы к этому вернёмся. Планера можно купить дёшево, то есть за 1 евро иногда продают планер, можно купить, потому что он же не нужен. И реставрировать его, если руки откуда надо растут, или построить новый? Да, есть чертежи, просто не надо браться сразу с трудного проекта, надо с простейшего, попроще, да, и всё можно. Вот Ремир, хороший пример, сделал этот СГ. Есть сеть, который у него чуть не отобрал институт Сигня. И мне кажется, он ещё там 2 или 3 строится. Да, мы с ним говорили, он особо это не афиширует, но в общем есть очень большой интерес к этим планерам и вообще к людям, которые могут что-то делать руками. Поэтому, например, если вы научитесь хорошо строить деревянные планера, почему бы вы не выбрать это вам делом своей жизни? Научились, и будут находиться мечтатели летать, которые, а, может быть, будут хотеть, чтобы вы построили вам планер, или просто вот вы построили, потом решили с коллективом построить ещё один, ещё один. Этому всему можно научиться, и я надеюсь, что Бенас нам немножко будет рассказывать, как. Да, я в будущем, ну, уже... У него канал есть, только он его забросил. Я смотрю, что-то выложил новое? Нет, я подписан. Я вам ссылочку дам в описании обязательно. Ну, я попробую сделать пару видео, как делать эти планера. Вообще-то здесь нет ничего сложного. В прошлом люди делали вообще... не было таких инструментов или современных материалов. И вообще, когда почитаешь эти книжки, они работали в холоде, делали из ничего. В холоде прохолодь не надо. Да, теперь у нас всё есть. Машины и клей. Ты знаешь историю, почему не полетел? Как Антонов вообще открыл вот этот погранслой там и так далее, как это всё работает? Нет. Я тебе расскажу. Значит, первый планер Антонова, который он делал в Саратове, что ли, делали планеры, на нём пытались летать, но он не летел. И так не летел, и сяк не летел. И уже Антонов уехал из этого города и попытался, значит... И без него планер полетел. Он говорит, а как полетел? А вот как-то так. И потом, во время Второй мировой войны, когда десантные планера летали, лётчики говорят, слушай, что-то планер не взлетает. Вот так вот, то сяк вот. Пытались взлетать, не взлетает. Это вообще что-то фигня. А говорят, а что с крылом? Так всё нормально с крылом. Ну, только иния много. А там образовались вот такие иголочки иния, то есть рост. И образовался тоже погранслой такой. Не нормальное обтекание профиля, а кривое. Только в первом случае получалось, что через ткань проходил воздух, и получалось вот этот вот слой. И не летел. А полетел этот планер только потому, что бясь этой намокла. То есть прошёл дождь, намокла ткань, и ткань мокрая перестала пропускать воздух, и тогда планер первый раз полетел у него. Вот. Такая история. Да, так поэтому современные материалы позволяют сильно улучшить. Мы надеемся, что... Ну, не надеемся, мы уверены, что можно будет сделать крепче, прочнее и, там, кстати, ярче. Тогда такой творческий вопрос. А какие материалы используются? То есть сейчас, я так понимаю, что это уже очень дефицитная финская фанера. А уже не дефицит. В России производят такую же самую фанеру. Есть завод. Можно использовать финскую. Ну, мы и в Европе покупаем финскую. Хорошую финскую, да. Ну, видите, друзья, в России говорят, что уже начали делать такую фанеру, поэтому мы... А какая толщина? Здесь 0,8 мм. 0,8 мм фанера? Да. Вообще... Да. Ну, сталь 20 уже у нас найти без шансов. Так, я использую эту американскую сталь авиационную 41-30. Ну, примерно, примерно то же самое. Да, она крепче. Ну, вот так все красиво. Вообще прям. Каждая нервюрочка, все склеено. А вот эти растяжки, знаешь, откуда? Откуда? Рояль? Рояль. Ха-ха-ха. Я знал, я знал. Покупается старый рояль? Да, лебедь, Россия. О, видите, российская рояльная струна, да? Самая лучшая. Да, вот, видите? Как это? Микс. Отлично. Ну, вот так, друзья, вот такая мастерская. Я думаю, она будет становиться все лучше и лучше. Закончится здесь ремонт. И будет все прям... Ух! Это прицеп, на котором можно все перевозить. Я так понимаю, что он достаточно универсальный, да? Ну, да. На нем побывало много планиров. Смотрите, это лоджиментики, туда вставляется крыло. Из дерева тоже такие лоджиментики. Все это там тудым-сюдым переставляется и прекрасно все возится. Прицеп... Это было с Грунл Бэби. С Грунл Бэби. Прицеп простой и хороший. А сколько у тебя планиров-то есть сейчас? Коллекция старинных. Точно не знаю. Ну, там три летают. Прицеп, это... Плохо она снимает. Плохо она снимает. Я начинающий оператор, друзья. Тем более, в самый оператор. Так. Что-то мы как перед расстрельной стенкой какой-то стали. Сейчас я хоть спрошу, как это все делается. А то все рассказываем, рассказываем. Белый, из чего вообще все это делается? Понятно, что рояльную струну нам показал. Дерево какое? Сосна. Сосна. По-литовски пушис. Я только что ему переводил. Готовил его, переводил его как пушис. Ну, еще используют эту американскую спрус, называется. Это тоже сосна, но чуть-чуть другая. Мы в Европе делаем и сосны. Клей. В прошлом использовали казиновый клей. Иногда встречаются планера, старые планера, которые склеены с этим клеем. Но нужно очень аккуратно смотреть, что эта склейка была надежной. И таких планеров трудно, но возможно восстановить. Вот, например, моя груна была склеена с этим казиновым клеем. Но это казиновый, это какие-то рога варятся долго-долго, да? Там такой холодный клей еще называют. А теперь... Феноли, формальдегидный, или резорциноль, как он называется. Так вот это еще резорциноль, да? Да, да, да. Это название его аэродакс. Это амбицированный клей для дерева. А, то есть специально для дерева, чтобы самолеты делать из дерева. Он держит сто лет, не бывает никаких проблем. Знаю, что некоторые клеят эпоксидкой. Это тоже можно. Есть и авиационная эпоксидка для дерева. Но я не люблю это. Я вот, как и говорили, вот такой пример. Бросьте на землю две деревушки. И одну накройте целлофаном. И посмотрите, который из них сгнет первое. И увидите, что это под целлофаном. Тоже с эпоксидкой. Она столько не живет, как вот этот клей Аэродакс. С ним чуть-чуть труднее работать. Нужна температура. Минимум 18 градусов. Потом эти струбцины. Все надо ставить на струбцинах. Хорошо прижимать. Зато такой планер будет жить очень долго. А мы хотим, чтобы планер, который мы построим, жил долго. Вечно. Вечно, да. Представляете, потом будут говорить, что эти два сказочных весельчака построили планер единственного на планете. То есть, друзья, хоть приятно сделать что-то, что осталось в единственном, ну, будет в ближайшее время, в единственном на планете экземпляре. Я прям вдохновлен этой идеей. Поэтому я вот сейчас схожу, как это... Дай-ка я... Ты как? Можешь меня теперь поснимать. Давай. Я буду нюхать, как... Как шарик такой. Э-э-э-эй! Главное, ничего не сломать. Но все такое вот прям аккуратненькое. То есть, прям вот... Я смотрю, и моя душа авиамоделиста, я же все-таки модели строил когда-то, она радуется. Вот это, представьте, это авиамодель только большая. Вот такая. Ях, красота! Скажи, пожалуйста, дерево, соответственно, оно же должно быть сухое. То есть, основная проблема, я общался с ребятами, которые, ну, что-то пытаются строить, они говорят, где взять дерево? То есть, как вот купить хорошую сосну, чтобы она была там не мокрая, чтобы ее там... Ну, вот так. Надо собирать. Так никогда не бывает, что приходишь в эту ленькевую... А, в десопилку? Да, и там сортировано там... Здесь авиационная, здесь для... Здесь стройматериал... Не, ну, авиационная, да, сложно, честно. Покупаешь много дерева и собираешь. Просто там бывает, что там покупаешь доски, и из этой доски получается там пару... Ну, там же нужно, да, чтобы сучка не было, да? То есть, ты выпиливаешь кусок... Да-да, эти слои должны быть прямые... А, прямые слои, да. Да-да-да. Потом ты их, как сказать, ставишь где тебе нужно. Например, на нервюры, они ставятся вертикальные, в лонжероне тоже. В других местах нет разницы. Что у нас тут есть? Опа! Ого! Ну, планер-то понятно, а это что такое? Ого-го-го-го-го-го-го! Иш-Иш-350. Ого, друзья, видите, не только едиными планирами Иш-300. Я такого вообще и не знал мотоцикла. Ну, что выглядит очень симпатично. Ну, 49-й год, знаешь, а вот 350-й это была копия немецкого мотоцикла. BMW? Нет, BMW у него другое. У него оппозитник. ДКВ 350 такой был. Ну, война кончилась, увезли весь завод и сделали Иш. Да. Ну, вот у нас помимо самолета еще и мотоцикл чуть-чуть есть. Ну, мне, да, нравится что-то. Мне кажется, да, что эпоксидка может быть избыточной для дерева. Именно за счет того, что где-то намажешь, избыточно образуются полости невентилируемые, невысыхающие. И это все может... Главное, что... Мне всегда казалось, что это может как-то рассыхаться, там еще как-то. Но я смотрю, как настолько все красиво все склеено. Дерево, друзья, не имеет усталости. То есть, вот эта штука, это лучше металла, просто потому, что если металли... Кстати, вот бланики попадали в свое время. А где у него корневая часть? Там. И у дерева как есть? Если хорошая вентиляция, там ничего не происходит, он... 100 лет держит. Так, а вот... Вот все книги про дерево начинаются... с этих времен про фараонов. Деревянные саркофаги, вот... 2000 лет. Они держат. Держат. Так что, видите, друзья, если саркофаг не держат, то в планах точно выдержат. Это... я так понимаю, подкосная штука, поэтому... Вот это одна точка, да, и подкос еще? Подкос идет здесь. Вот некоторые детали для подкоса. Вот... А ты хочешь сказать, что вот это крыло держится на 8-миллиметровом болтике, да? Да, 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 да. Друзья, вы можете представить? Вот, вот, отверстие... Вот, кстати, хорошо сейчас видно. 8 миллиметров болтик. И на этом всем держится крыло, на котором летит человек. И ничего. И все держится. И такие детали я с лазером. Да, да. Ну, ладно, лазером удобно. Раньше надо было все как-то так резать, а вот лазером все спил. Иногда делаю вручную, если там пару мелочей, тогда... тогда болгарка, да? Ну, и... она почти прозрачная. Синтетика обтягивается, да? Да, это синтетика. И она, соответственно, там какое-то время держит этот ультрафиолет, служит, а потом можно ее перешивать все время, да? Да, да. Ну, есть другие способы. Есть теперь немецкая такая, называется она Оротекс, но она дорогая. А чем она лучше? Она держит ультрафиолет побольше, меньше весит, проще работать. Короче, вопрос снят, мы такую берем. Эту надо покрывать лаком, этот Оротекс нет. С Оротекса можно... Ну, моделисты знают. А он бывает прозрачный? Да, да. То есть, по идее, можно взять... Я даже имею. Я даже имею. Сейчас покажу. Может мы... Ну, нет, тогда на медаль не так. Если мы А2 сделаем прозрачный... Никто не будет знать. Она выглядит как старая ткань. Да? Да. Ну-ка. А, да, слушай, точно. Действительно, смотрите-ка. И все будет видно, все будет нервюрки видно. Как это все... Ой, какая вещь. И она чуть-чуть такая, как желтая, как... Да, 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 да. Вот, мне кажется, то, что надо. То, что надо. Все, берем. Заехал в гости. Все, пропал. Сделать А2. Почему А2? Потому что, во-первых, это на них... Чертежи сохранились, да? Да. А, о чертежах. Комплект чертежей на старинный планер достать достаточно сложно. У Беноса вот есть какие-то чертежи, вот как это все выглядит. Вот как... Как... Из чего все делают? Вот. Дефицит. А на этот планер полный комплект, да? На этот планер почти полный комплект. Но он делался чуть-чуть по-другому. Секреты, секреты я камеры снимаю. Секреты. О, вот он, самый главный секрет. Черт, спрятал уже. Спрятал. Ну вот, хост. Хост у этого планера чуть-чуть другое, чем... Чем на чертеже? Чем на чертеже. Физеляш я вам покажу сейчас. Он наверху стоит. Уже готов тоже. Пока ракурс съемки найдешь, умаешься. К вопросу о чертежах. Их нет. То есть, просто вот удивительно, да? Цивилизация наша. Но вот, кто бумажки потерялись, то сгорели, то еще чего-нибудь. На кучу планировок, кстати, чертежи некоторые есть. Но они лежат под грифом совершенно секретно до еще... 24-го года сколько осталось? Два года. Еще три года ждать. Прежде чем сто лет пройдет, например, на некоторые планеры, которые в 24-м году выпущены, чертежи были, а они засекречены. И вот хранить вечно. Почему так? Вот как раз Ремир обращался в архивы в России и говорит, ну дайте вы чертежи, ну на планера, ну это же уже... Ну это только историческую ценность представляет. Нет. У нас написано хранить сто лет. Секрет через сто лет снимается. Ну вот так вот. Почему? Ну там получилось, что вышла такая книга Шереметьево. Многие из вас знают. У меня есть. Мне подарили. У меня нет. Да? Нет. Есть и тебе? Не, не надо. У меня PDF есть. Весь. Так вот, в этой книге есть прилично, ну, скажем так, чертежи, по которым можно повторить антоновские планеры А2. А на других просто нет. Так, это единственные, кажется, планеры двухместные, которые имеют чертежи. Да. Я летаю только на двухместных, на одноместных скучно. Вот. Поэтому вы решили, что... Но медаль же хочется. Нас двое должны вместе лететь. С медалью. У нас в Литве тоже летал вот А2. Нам он тоже интересен. А летал на Дюлах, да? Не, не. Недалеко от Каунаса, в Кармелове, там был, ну, тоже до Сафа. И там подготавливали планиристов для транспортных... Десантных. Десантных, да. Есть даже фотографии, я пришлю, где там гондола с такой большой... С парой? С парой. Чтобы можно было приземлиться в темноте. Да. Тренироваться, вот. А потом, кто-то говорят, улетел через границу? Улетел в Запад на Поликарпове. И потом Сталин запретил летать в клубах, которые недалеко от советской границы, да. Чтоб не повадно было. Да, да. Чтоб не убежали. Вот в Петве тоже летали нелегально там пару лет, но потом там... Ну, потом там, да. Все как обычно. Самый интересный вопрос, друзья. Вот я, например, начал летать, я пришел на все готовенькое. Там меня засунули в баник, чпунь-пунь, полетел, то есть руками с ними ничего не делал. И мне интересно, я задал вопрос Беннессу, почему же он пришел, он решил делать сам планер, а не прийти в аэроклуб, там взять готовый планер и на нем научиться летать. Почему? Ну, все началось в книгах. Там в книгах читал, и там такие, знаете, слова сделали планер. Подождите, а какие книги? Ну, там литовские про когда литовцы начали летать на этих склонах. А тоже в России, в Криму, там такая книга «Щелеста», кажется, была «С крыла, от крыла, с крыла на крыло». Как делали планера, как сами летали, и мне вот это застряло. Как это? Сами делали планера? Это возможно? Как это возможно? Как они делали? И там, из того началось. И летали тоже, они садились на одноместные планера с резиной, использовали эту резину, чтобы подняться небо. И вот мне это застряло, что планеризм это простой вид спорта, это все должно быть просто. Это не моторы, это не сложные какие-то инструкции, это все должно быть просто. Летать должно быть просто. Вот эти планера такие и есть. Вот я имею в виду старые планера. Они простые, их управлять очень просто. Летаешь медленно. Ну, вот так есть. Альпы мой сын. Летать просто. И, конечно, для меня было тоже шоком, когда я вообще не рассматривал никогда планер, что я когда-то на нем буду летать. Для меня вообще эти люди казались небожителями. Я летал всю жизнь на парапланах, и я первый раз полетел на планере в 37 лет, и как-то вот влюбился в это дело, научился летать. Да сейчас я вот уже в Альпах кое-что могу. Класс! Это ступенька за ступенькой, с этого можно начать. А у меня, знаешь, как было? Я начал летать на планерах, а потом была такая, ну, юность, знаешь, там мотоциклы, ява, там девушки. А потом такой гяпа этот перерыва. А ты, подожди, ты начал летать, ты летал на этих Лак-16, в детской школе, да, Юпаша. Юпаша. Очень хорошая тема. Вот, и потом я обнаружил параплан. Это, как я и говорил, это было просто, медленно, и, но мне не нравилось вот это складывание. Я сделал ошибку, я сел на параплан, который был высшим классом, вот, и, а потом я обнаружил вот старые планера. Это, как параплан, но только с ручкой. Правильно, да. И, кстати, насчет учиться, на планерах старинных учились же без вот этой технологии двухместной. То есть, сначала гуляли с рогаткой, я вот сейчас на свифте научился летать, и меня сначала популяли рогаткой, потом выше-выше, потом сразу прицепили к самолетику, затянули, и вот я полетел. То есть, технология отработанная, она действительно работает. То есть, на этой штуке можно не умея летать от нуля, там, используя там ветер, подержать ручкой, чтобы он там побалансировал. То есть, много наземных упражнений подготовительных, много тренировок на земле, но через это все можно прийти и полететь. Это отличная рабочая технология. Какой планер ты первый сделал? Я занялся ресторацией. Ну, как история началась, когда вот у нас, может, пришел этот Аэросоюз, открыли стены, мы сразу увидели объявление. Я, как сегодня помню, планер, полторы тысячи евро. и до этого момента, когда я не увидел этот планер, я еще думал, что там, может, это просто эти чехолы продают или что-то другое. Вот, когда я заплатил полторы тысячи евро за нормальный планер, на котором можно летать, вот. А что это был за планер? Это был Элшпац 55, это 15 метров качества, как у Бланника, такой же у меня и теперь есть, завтра увидишь. Может, даже полетаем. Вот, и открылось это как рынок, мы увидели эти планера, потом я, поляки меня пригласили в этот слет старых планеров, и там идет обмен информацией, люди делятся про реставрацию, кто что продают, и как мы говорили, там можно получить планеры за 1 евро. Первый был Шпац, потом двухместный у меня был Бергфольке, летали мы с женой, даже маршруты летали, нормальный планер. были другие реставрации, первый, который я сам сделал от болта до прибора, вот этот Броди Винчевый. Завтра тоже. Завтра мы наед зажжем. Да. Это к тому, чтобы вы не говорили, что спорт для олигархов. Нет, главное желание. И знаете, здесь самое важное, что это наверное энтузиазм людей, вот это все достаточно заразительно, то есть вот я приехал к Бенасу в гости, ну мы с ним знакомы были как-то по интернету, и сегодня я увидел, вижу человек, у него горят глаза, наш человек, в общем. А он организовал в Литве слет, то есть у вот этих любителей старинных планиров, бывают каждый год слеты. Бенас мне жена скажи что-нибудь, ничего не помню, кое-как началось и все закончилось, одни картинки остались, но представляете, что организатор это организатором быть ужасно, но до сих пор говорят, что это один из лучших слетов в истории и всем понравилось, и в 24-м году возможно будет его повторение, тут уже вот я прям тоже если получится сделаю лебедку, мы сделаем может быть А2 к этому слету, то есть я прям горю этой идеей теперь, вот тут вдохновитель мой сидит и тяжело вообще было, как вообще идея возникла, слет и насколько, почему ты не испугался, что вот я потяну, не потянул, там Ну прежде всего я начал поехать эти слеты и я грустно было, потому что я понял, что мы остались 40 лет назад и имею ввиду в Европе уже было 40 лет эти слеты а мы про них ничего не слышали не участвовали я даже не говорю, что у нас не было ни одного литовского планера который мы могли показать идея пришла не мне а был фаундер который собрал этот клуб Крис Биллс он уже ушел в небеса он однажды пришел и сказал Бенентос давай надо делать слет в Литве никто там не был посмотрим как там получится вы увидите должно быть все хорошо мы так и вот и решили и когда цель слета сразу такие отдельные цели что что-то надо показать к этому слету может какой-нибудь планер отреставрировать или построить вот так и вышло ну это вообще замечательно почему друзья не было не участвовали в этих слетах но во время там советского союза как-то особо старинными планерами я так понимаю не сильно кто-то интересовался потому что ну не нужно наверное это было даже то что было старинное наверное сохранить то особо не получилось а картина в Европе и в Соединенных Штатах Америки совершенно другая то есть там любая летающая техника она стареет но она достается энтузиастам которые там не знаю вот хочется иметь самолет 38 года вот он возьмет этот самолет он будет за ним ухаживать и в принципе авиационная техника если ее обслуживать ухаживать восстанавливать в каком-то виде она очень долгоживучая то есть сейчас в мире куча летает техники там еще 30-х годов прошлого века то есть самолеты там скоро будут которым у нас в Европе еще такие есть музеи ну конечно в Асеркупе там все планеры могут летать да все летающие да но есть пару музеев или там не музеев там клубы это в Лашеме в Англии есть такой музей Heritage Center Gliding Heritage Center ну как это планерный исторический планеров не знаю как точно перевести но там планера летают и вы тоже можете летать там станешь членом клуба а и будешь стать на старинном планете да да ты платишь это мембершип свой и можешь вот приходишь в ангар вот с этим и летаешь такой же музей летающий музей есть в Дании там было там немножко такой замкнуты были да но там тоже все все планира могут летать вот вы знаете как клево раз пришел вообще здесь клубная система достаточно развита и позволяет я уже говорил часто в роликах что за месячную зарплату ну там не знаю у французов она допустим минимальная полторы тысячи евро износ клуб полторы тысячи стоит и ты за одну месячную зарплату можешь целый год быть членом клуба летать на планирах чем это минимальная ну здесь там по-другому какая-то минимальная зарплата но износ наверное у вас не очень такой высокий сколько в Каунском клубе ой даже я не помню слушайте ну я помню в Вильяновском клубе я плачу по-моему 150 евро в год взнос ну правда там какие-то расходы идут на буксировку еще на что-то но в целом это реально доступно но это доступно если есть некое а сообщество людей а б государство этому не помогает ну хорошо ладно не помогает хотя бы не мешает то есть убирает вот этот весь геморрой связанный с летными годностями по максимуму упрощает скажем так делают процедуру прозрачной убирает коррупционную составляющую когда можно там когда невозможно сделать приходится что-то покупать за деньги еще чего-то еще чего-то там с землей проще то есть допустим аэроклуб получил землю под свои нужды не платит за нее ни налогов ничего то есть это все делает вот этот вот летный спорт доступным для огромного количества людей я сейчас летал во Франции с аэродрома который государство сделало и говорит вот летайте бесплатный аэродром ты приезжаешь я приехал со своим планером полетел то есть это те кусочки которые что такое государство это государство это что-то созданное для того чтобы людям было хорошо ну вот такое государство должно быть я намекаю вы никогда о политике не говорим чтобы хоть как-то вернуть кусочки истории я знаю что сейчас например восстанавливают Сикорского самолет Рью Муромца но он правда не летающий экземпляр а просто макет но макет полностью весь вот как он был в объемном дереве тоже очень дико интересно потому что Сикорский один из таких тоже выдающихся конструкторов потом он эмигрировал и собственно вертолеты по сути с него начались если бы это все восстановить сколько было насколько это было бы интересно и интересно было бы людям ну не знаю конечно молодежи сейчас интересно это или нет но мне например я музеем особенно техническим я как-то в Мюнхене попал в музей мы ехали нечаянно там и заехали туда в 11 часов я думаю ну сейчас часочек побегаем и потом пивка и обедать меня оттуда вот так выцарапывали вечером уже там седьмой час закрывается музей вытащить этого маньяка вот при этом при всем при том что авиационный отдел этого музея не работал я в музее там погряз техническом ну помимо этого будут разные другие музеи поэтому музей я очень уважаю и а сейчас еще проникаюсь глубоким уважением к реставраторам те кто могут взять и сделать то что когда-то делали потому что иногда невозможно это намного проще чем кажется ты получаешь удовольствие работая на планере и летаешь и летаешь как на ультралегком планере вот двойная поэтому мы глядишь и кого-нибудь вдохновим на создание микроклуба то есть собирайтесь там компашкой ищите того кто умеет работать с деревом и все вместе с энтузиазмом строите планер например А1 или там есть чертежи есть хорошие чертежи планера А1 SG38 Рамир строит отлично рассказать тебе как я летал я только что полетал на реактивном планере на двух местах отлетал в программу и так далее сделал конечно несколько таких фигур не очень правильных у меня адреналин аж из ушей лез и я приземляюсь бегать давай вот тебе на этой штуке мужики дайте отдохнуть дайте залезай сейчас мы тебя на 38 покатаем я говорю а как чего ну ты что ручка педали что здесь может быть ну а угол прибор где скорость так скорости нет как ну у тебя дует тебе в лицо значит скорость есть ну сначала ну сначала ты не понимаешь что как-то так можно было ну как-то так непривычно ну и я думаю ну ладно ну как ну глядят же люди не убились до меня ну и я как-нибудь и потом раз-раз тюнь спарт вот эта штука и эта штука пошла и там раз угол ну как-то руки сами пошли и у меня только одна одно было очищено ах и так как я угол тангажа взял правильный то лебедка даже топлая которая там была она вытащила меня метров на 150 я смог сделать полный круг все разворотные еще ребята говорят это первый раз когда там на 38 сделали вообще полный круг профессионал очень мне настолько понравилось что я сначала не понимал зачем это но я могу теперь понять какой кайф от этого полета даже просто по кругу взлеты как происходит много же этих полетов собирается люди просто там летает меняется они получаются меняются ты можешь полетать на каждом на разных планетах да 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 если друзья там ну понятно что ты там не самоубийца который сейчас я тут нормально мы все знаем друг друга так что просто даже по кругу ты слетал то есть ты сделал круг и у тебя уже хорошее настроение сделал другой на другом плане или третий на третьем потом вечер общения то есть в этом весь тоже огромное количество кайфа можно пороздить километры по небу можно вот так слетать с ветром в лицо с запахом вот этого всего солнца ну реально круто ух я же прям это запновил поскольку мы завтра может быть полетаем какие сложности при полетах на планерах старинных буксировка дело в том что не каждый планер вытянет там какая-нибудь современная современный летательный самолет там потому что разница большая в скоростях то есть тогда чтобы парить ну или чтобы летать скорости используясь меньше то есть планера делали с низкой удельной нагрузкой и поэтому это позволяло летать медленно медленно летишь медленнее снижаешься и допустим там поток обтекания можно было парить ну как и те стали резины и там самолетов не пробланы да ну вот бро 9 вот например скорость 80 буксировки буксировки да мы пробовали с вильгой ну с вильгой знаешь ну вильгой уже там она минимум она 100 летит и ута качается да да ну да так что проблема с буксировкой и это решает хорошая хорошая лебедка лебедки которые тяжеленные со стальным тросом то есть когда там ставят ту же лебедку которая там не знаю закидывает АСК-21 вот так там был ролик этот гуляет по сети когда два студента приходят и улетают да лебедка выше ноги головы и слишком большая тяга может быть тяжелый трос то есть вся эта нагрузка на легкий планер это избыточно а трос там я как-то летал в Лимонте-Керре во Франции там стоит огромный такой грузовик лебедка и я спрашиваю слушайте а как вы тягу мерите получается 180 килограмм если только трос от этой лебедки но вы представляете дополнительная нагрузка а если планер только 100 килограмм да и я что делал я на своей лебедке которую я построил гидравлический использовал синтетику и там километр троса вот 1200 метров 220 килограммов то есть 180 и 20 и сейчас мы строим лебедку электрическую которая позволит нежно буксировать там начиная все от парапланов то есть минимально оттягиванные лебедки будет там 30 килограммов а максимальная будет 800 то есть вот такой диапазон причем моя лебедка гидравлическая предыдущая она тоже это могла но сейчас век уже новых технологий отработав технологию на парапланерных лебедках электрических мы вполне сейчас видим что мы соберем электрическую для планиров планы это сделать к 24 году тогда же когда тогда же и попробуем с системой возврата троса то есть система возврата троса довольно редко используется в планиризме но в принципе позволит одна лебедка затянули смотали трос в воздухе прям затянули смотали трос то есть одна лебедка заменит барабана 3-4 но мы конечно не будем говорить что мы на ней весь слет проведем но она будет одна из рабочих лебедок слета и посмотрим как на нее прореагирует прогрессивное человечество перспективки ну тогда тогда я сейчас это и подведу друзья интервью получается очень таким сумбурно коротким потому что я просто 2,5 тысячи километров проехал проездом чпок сюда бым-бым а еще мастерская в которой можно заехать поэтому на какое-то количество вопросов я уже какое-то количество что я смог это задавал остальное придумываете вы потому что я надеюсь это не крайне интервью мы обязательно будем дальше это все продолжать сейчас я сниму материал в мастерской его вставлю и завтра у нас полеты ну полеты уже пойдут конечно отдельным роликом я думаю что надо это делить на два такое интересное столько всего интересного поехали как хранится готовая продукция смотрите это хвост направление вот фюзеляжик вот как выглядит одноместный планер такая красота такой простой фюзеляж красивый ну а обтекаемые эти балочки ну прям ну только надо еще шлифовать непонятно покрыть лаком вот такой сиденье красивенькая что вот так визуально все крепко даже вот смотришь гаечка корончатая все как положено все по авиационному не кухры-мухры прям все ух да ну вот это золото для самодельщика склад счастья вот где хранятся запасы 50 евро 100 евро 160 50 стоит 50 евро лист ни хрена были в России дороже дороже еще почему то есть финская здесь дешевле стоит чем в России ну понятно не она просто если производства действительно немного то себестоимость растет я друзья как-то покупал сцепление на заводе то ли в Ижевске где-то то ли еще что-то и зашел сколько стоит времена стоило родной хондовская стоила весь редуктор с боди с цепью со всеми пирогами стоило 100 а это 81 такая пинтифлюшка они говорят ну как у нас завод у нас все серьезно коврозы а я говорю как все серьезно сейчас увидите я чтобы заплатить эти деньги кучу рублей я пошел значит и мне одна тетушка один штамм поставила правило к следующей вообще я пошел 8 тетушек потом еще сходил на склад мне значит один выдал другой выписал и так далее то есть понятно почему у завода такие накладные расходы поэтому фанера дорогая верный айфон спасает ситуацию включил вспышку и вот мы можем пройтись посмотреть на остатки планиров а это что такое лежит это эксперимент эксперимент это сколько продержится на открытом болтике то есть это ты какой-то планер вытащил и смотришь сколько нам продержится да нет я шучу а я видишь верю то есть а что это выкинули такое это уже негодные крылья потому что их оставили там ну там была махинация и оставили на открытом воздухе на пару лет ну вот теперь эксперимент сколько продержится видите еще не развалилось конечно на таком на таком летать уже нельзя этот планер я восстановил он в полукнисе аэродроме пригоден полетам то есть это от него запасные крылья что ли были да а что это за планер это немецкий планер очень хороший это была моя мастерская теперь склад заходи опа теплоты немного но это что у нас это К4 двухместный немецкий планер К4 деревянный да это постройка уже послевоенная или довоенная да он послевоенный он учебный такой летатель над аэродромом самая большая работа было помнишь мы говорили о клей немцы после войны использовали такой клей каурид называется и он получил влаги и все рассохло то есть ты именно восстанавливаешь это оригинальный планер да 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 и все это переклеено а то есть ты его разобрал да и переклеил друзья посмотрите на этого героя надо то есть вот ты вот это вот скрывал полностью все да здесь было немного работы было с нервюрами там но до полости вот эти надо было вскрывать да некоторые а как ты определял что надо что не надо некоторые были после ремонта и уже сделаны хорошим клеем а понятно то есть ты по сути убрал вот этот вот клей невнятный который был на который не хватало но эти крылья были после аварии и там все все было то есть нервюры были поломаны да 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 надо было к4 это получается по сути какой-то из планиров шляхера кайзер ну конструктор был кайзер а производитель Александр шляхер тот же тот же друзья это как это прародитель моего планера из G32 моей принцессы ну здесь вот этот розовый клей есть коврит и смотрите что получается вот вот друзья видите а почему его использовали денег не было не знаю да хороших ли денег не было ну вот он каурит а кайзер кстати построил наверное самый удачный планер в мире для обучения это sk21 до сих пор я считаю что это лучше точно ничего не придумано вот мы на такой турбин реактивный ставим сейчас а это вот то то чего вот все начинал получается да убираю вот металлические детали это старое оно отреставрировано какая хорошенькая а в чем прелесть sk21 получилось в том что такой же толстый профиль то есть кайзер использовал на пластиковом уже планере вот такой же толстенный профиль если крыло sk21 посмотреть это позволило сделать безумную совершенно прочность ресурс от последней модели sk21b 18 тысяч часов уже расширен ну мы все знаем да что деревянный планер вот как раз такой да отлетал да sk4 да а вот друзья вот это что это штука ну не конкретно этот наверно планер а такой же только другой на той же марке отлетал десять тысяч часов и сорок тысяч взлетов вот вам ресурс здесь стабилизатор от БРО-12 контрабанды перевезли из Белоруссии ты смотри знаешь что за Белоруссию делают даже даже в Москве берут комсомольских правдецов и все и цап царап я ради планиризма могу все так давай мы скажем друзья мы ради планиризма готовы на все Как это? Нет диктаторам, долой и так далее и тому подобное. Свободу людям. Мне всегда было интересно посмотреть на качество Симферополя, как все сделано. Ну и как? Ну, металлические детали так себе, я скажу. Не сталь 20, а сталь 10. Ну, не очень аккуратно сделано. Но основное, что ты мне рассказал, что, друзья, вот когда делают, допустим, стабилизатор, да, там, здесь нервюрки к чему-то приклеены, и нужно залачить. Так вот, лакировщица делала так шмэк-шмэк кисточкой, шмэк-шмэк-шмэк-шмэк-шмэк, и где-то не попадает. И вот это где-то не попадает, оно просто приводит к тому, что... Ну, я должен сказать, вот клей, например, казеиновый, очень твердый. У меня есть такая, ну, как горелка, пар, там пар идет. А, чтобы отклеить можно было. Чтобы отклеить, я поместил этот шланг внутрь, и продержал полчаса ничего. Вот клей хороший, а лакировка иногда, вот видите, с какими-то бывает. Вот этот оригинал, цвет оригинал. Да, в случае. А сам планер сохранился, нет? У меня есть еще крылья, руль поворота, один элерон, вот, фюзернаж надо делать. Ашкинис, это литовский конструктор, который очень много планировок построил. И, собственно, легендарная брошка, это же его, да? Которая, на которой детишки все учились там. Да, да. Это красный, это бро-12 в крыльях. Вот оригинал. Просто многие знают его только по брошкам, что вот он делал там квадратный планир, на котором детишки летают. На самом деле, видите, у него огромное количество планиров. А эти планира в Симферополь сделали, да? После войны? 120, кажется, штук было сделано. А куда все пропали? Один у меня, один в музее, другие не знаю. Ну, представляете, сколько было красивых планиров, и вот ничего не осталось. И этот планер очень уникален, потому что мысль конструктора была сделать такой планер, что он мог с лебедкой подняться максимально высоко. То есть он был, соответственно, прочный, легкий. Да, и у него есть эти закрыльки типа фаулера, или, как их сказать, ну, как у Юнкерса. Вот. И рекорд в Литве, кажется, 800 метров. Закидывали его с лебедки? Да. Ого-го-го-го. Ну, с геркулесов. Я вот покажу этот К4 фюзеляж, почти подготовлен по краске. Вот фюзеляж К4. Это вот того, который 40 тысяч вылетов и 10 тысяч часов. Ну, смотрите, ферменная конструкция из тонкостенных трубочек. Вот это все варилось, причем варилось все этим газом. То есть это варили еще газом, не было вот этих полуавтоматов. Видите, все как аккуратненько сварено. А отверстие зачем это, чтобы... Приклепить этот... А, плексиглаз. Понял. Очень большая кабина, удобная для инструктора. Слушайте, я надеюсь, что я на нем слетаю когда-нибудь. Смотрите, какая сейчас... И потом мы в ролик со слетаю ставим вот эти кадры. Ух. Ну, ты знаешь, что это кисточка, когда можно посмотреть, заглянуть в хвост. Вот я своему планеру в хвост вот так заглянуть не могу. Так вот, раз. Ой, 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 ой. Чтобы не сломать что-нибудь. Ничего, ничего. Вот, видишь, видите, друзья, как могу в хвост посмотреть. А теперь оттуда, на себя. Собственно, это будет такой цвет или это просто загрунтовано пока? Нет, это ультравиолет на... Угу. Понял. Вот, видите, все тяги, тяги, тяги. Ну, это была в хорошей реставрации, потому что почти все детали было нужно сделать заново. Заново? То есть, ты хочешь сказать, что фюзеляж ты варил заново? Да, мы его купили как легкий проект. Давай купим. Сейчас скоро... И быстро сделаем. Да, скоро будем летать. И купили его, не знаю, что покупаем. Мы, ну, просто заплатили деньги. Кто-то погрузил в фуру, привезли. Мы посмотрели комплект крылей, выбросить вообще. Ну, фюзеляж можно восстановить. Тогда получили и другие крылья. Ну, понятно, что пришлось работать тоже. Да, да. Вот так получилось. Но он теперь будет как новый. Лучше. Лучше. Лучше нового. Мне дико этот мультик нравится. А это вот как раз уже вот это модное? Руль поворота. Не-не-не, это тоже самое, только серебрянки. Ну, модная будет еще красивее. Ткань, которая... Ну, красиво выглядит. Это все... Так, а это ты хочешь сказать, что заготовки на будущее? Да? Проекты. То есть вот такую сосну где-то спилили удачно. Да, да. Как корабельный лес раньше растили. У меня есть контакты. Я сказал, надо дерево. Он пригласил меня. Пойдем. Нет-нет, не в этот ангар, в другой. Там отдельно. Для таких, как я. Для таких, как ты. Честно, классно. Видите, друзья, историю чинят вот здесь. То есть ту историю, которую теряют потихонечку, потому что там какое-то время просто забильно что-то. А на раз так и восстанавливается. Вот где-то добыли крылья. А крылья, кстати, с красными звездами, это где добыло, получается? Это здесь еще? В Литве оставались, да? То есть вот в Литве такое сохранилось. Я недавно видел, продавали планер МАК-15. Да. Мы пытались его купить как-нибудь. И получилось, нет? МАК-15 тоже летал в Литве. Нам он тоже очень интересен. Я знаю, что продали. Но там был металлолом, хлам. Нет, там не хлам. Что окажется, хлам там просто для чертежов. Да, для чертежей сделать. Да, да, да. Он там находится. Там вывозить на оленях. Да. Я просто следил за этим проектом. МАК-15 очень интересный майорский планер. Это не летающее крыло, по-моему, все-таки, но что-то близко к этому. Ну, почти, почти там. Он крутил пилотаж, вылетал на каких-то там уже слетах послевоенных. Действительно, оригинальный проект очень. И с ним что и связано, что многие люди пытались уже делать. Я видел в форуме ветку, где там, ну, видно, два человека уже практически собрали полностью планер. Почти он готов и пропали. На связь не выходят. Как-то все это заглохло. То есть, пошутят про этот планер, что кто у него начинает делать, тот потом куда-то пропадает. Ну, они там делали, я видел эту ветку, они там делали его по-своему. А, то есть, типа, подумать и придумать средние чертежи какие-то. Нет панеры, давай возьму что-нибудь другое, там нет клей, давай это попробуем. Я знаю такой момент, у нас тоже самодельщики так делают, они строят, строят и когда придет этот день, когда надо летать, они понимают, что они не хотят на этом летать, потому что... Да, они его так построили. Да, вот, я думаю, там тоже самое... Да, ну, может, да. Мы, по крайней мере, А2 будем строить абсолютно правильно, потому что я чувствую, что, вот, глубоко уважаемый реставратор явно в теме, много про это знает. Поэтому, великая удача, вот так, нечаянно ехать и встретиться. Здесь еще есть второй этаж. О! Это еще не конец, это только начало. Ну, там полный склад. Ну, ладно, слушай, ну, тут, это в любом случае жизнь, друзья, вот вы, вы, о, секретные чертежи. Это можно сливать? Да, 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 кстати, это, это для К4. Он, он, кажется, получил... А это что за мотоцикл? Уже продан. Ну-ка, ну-ка, что это? 49, 49. Иж 49. Иж 49, 49, 49, еще один? Я большой поклонник русских мотоциклов старых. Ого! Ну, которые только после войны раз и... Да. Или до войны. Или до войны. Да. Да, ну, здесь ручечки, все, да. Вот так вот. А где ты их вообще находишь? Стреляли, да? Стоит, пристреляли. Ох! Слушай, ну, красиво, вот все... Это пальцы родные все вот эти или это уже переделаны? Я все делал, все тросы, все пальцы новые, и все нервюры, стабилизаторы, все деревянные детали. Сколько пляски с бубнами? Колесо там, все, 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 садение, все, все, все новое. Все сделаю заново. Да. Погнали на второй этаж, а то батарейка садится. Так, давай. Осторожно. Вот руку здесь. Ага. Другую здесь. Друзья, рискуя жизнью, лезем на второй этаж, потому что... Как это? Канал Мечта Летать хочет показать вам все. Давай я хамер возьму. Так, руку здесь. Вторую здесь. Главное, не перепутай. А то как полетаем... Ой. Это же как гараж, как у электроника. Вы же смотрели фильм «Приключения электроника». Вот оно. Прямо гигей. Ух. Еще фирменная какая-то конструкция. Вы не поверите, но здесь был... Снимали «Приключения электроника»? Нет. Это был гарниз. Я знаю о реофоруме. Его там... Все обсуждают. Так вот, он был собран здесь. А-а-а. Ну, я имею в виду реставрацию. Это для «Эсбешки». Оргинал. Я его привез из Австрии. «Эсбешка». Ага. А вот это, получается, летало до войны? Да. Ооо. Вот, друзья. Такая самая, с которой летало. С Г-38, да. Вот. А, я даже смотрю, думаю, что это лежит. Это как раз то, на чем сидят. У них, соответственно, было плоское сидение, да? А я летал на... Да, по-моему, у меня тоже было плоское. А вот здесь, знаешь что? Трос, который мы теряли? Резиновый. Резиновый. Это прям тоже довоенный? Нет, кажется, послевоенный, но... Слушайте, настоящая штука. Я когда летал на Севте, там современная такая резиночка, которых много-много-много сделано. Да. А здесь, видите, все по-настоящему. Вот они, оригинальные педали. Смотрите, вот оно. Вот она, история лежит. Есть люди, которые ее находят и не дают ей пропасть. Завтра увидишь на Бро-9 такие же самые... Такая же самая конструкция. Да. И история такая. У нас в Клайпеде после войны Ошкинис нашел вот эту гондолу от СГшки. И он долго не думал. Он взял эти педали и потом они ставили на Бро-9. Да, такая история. Ну, что, логично, нормальный узел, хорошо спроектированный. Да. Слушай, а как вообще вот состояние... То есть клей и так далее. То есть, а давай ничем клеили? Казеином. Казеином. И казеином получается вот вполне все дожило, да? Да, да. То есть, в отличие от этого странного розового клея... Да. Вот так вот. Казеин лучше, чем творить. Надо почитать, как казеин делать. Я помню, что какие-то рога варят. Варят их, варят. Варят их, варят. Я-то на ПВ обычно все клеил. Но ПВ это... Я в Англии видел, вытащили там... Ну, вытащили в России лонжерон от Як-1. Там деревянный лонжерон был. И я видел кусок, этот кусок в Англии, там на фирме реставрации. И тоже был склеен казеином. Он как камень, там ничего не испортилось. Все хорошо. Так что деревянные самолеты, это сила. Некоторые думают, что деревянный самолет, это каменный век. У нас на аэродроме до сих вот сейчас работает буксировщик Робин, который является там французским деревянным самолетом, который просто офигенно летает. Их сейчас строят новые. И строят из дерева. Поэтому дерево, это при соблюдении определенных условий, великолепный авиационный конструкционный материал. А что это за мервюрки? Старые проекты, это было для поликарпера. По два? Да. И доделали, не доделали или потом? Нет, не доделали. До Полраб был первый двухместный планер, который разрешили им построить и летать. Здесь не видно, но... Здесь инструктор имеет только педаль. А, то есть ручки нету? Ручки нету. А, нет! Нет! Какой ужас! Теперь этот фюзеляж перебернут, но инструктор сидит выше. Ага, если что, дает по башке курсанту. Нет, он может взять за ручку. И я видел не раз такую картинку. Там в первой кабине сидит приличная девушка, а второй инструктор с фонарем. С фонарем? С фонарем, да. А, потому что он ее трогал? Цапает за ручку, а она... А, я думал, не за ручку цапает. Друзья, видите, я вот почему... Я не знаю почему, но мои мысли сразу о плохом. Что инструктор сидит и цапает девушку, та ему фонарь в глаз, все логично. Видите, не так. Цапает ручку, а девушка, пытаясь тоже ручкой управлять, делает ему фонарь. Ну, в конце концов, две версии имеют право на жизнь. Кирилл было взято от... Ну, в принципе, от Груноу Бейби. Форма, она чуть-чуть больше, чем у Груноу Бейби. Фюзеляж, зальная часть... Это стыкуется, да, как-то? Да, деревянная, такая простая. Ну, планер получился очень-очень хорошим. Очень-очень хорошо парит. Сколько в мире, говоришь, осталось таких? Четыре. Четыре? Вот четыре таких красивых планера. И в музее. Да, и это вполне рабочий, можно сделать летающий экземпляр. Вот фюзеляж, друзья, от этого планера, на котором девушки инструкторам фонари ставят. Деревянный. Ну, то есть, есть некоторые повреждения, но это все спокойно чинится, восстанавливается. Да, без проблем. А как, допустим, вот такую дру? То есть, вклеивают новый кусок фанеры или... Да, просто. Ну, клеить что-то, что вы раз, так и склеить можно. Ничего сложного, наверное. А когда руки... Это СГ-шки. Это СГ-шки? Какая ткань, оригинал. До военная? Ну, я так думаю. Ну, друзья, видите, до Второй мировой еще. Как бумага. Как бумага. Ну, ткань при этом же. Да-да. Достаточно прочная. Ну, вот как строили. Ну, я верю, что она была уже перетянутая. Не, ну, да, наверное, перетянутая. Ну, дерево-то само вот, того вот до... Ух, красота. А как вообще он мог, смог сохраниться еще, главное, интересно? Ну, как, я когда-то работал в музее. И мы так посмотрели, что в музее нет груно-бэйби. И я так решил, что, ну, надо поискать, купить, чтобы было в экспозиции. И я просто в Google набрал груно-бэйби форсейл. И как-то мне выбросили там немецкий eBay. И мы купили за 10 евро, кажется. И когда приехали, они сказали, владельцы их сказали, у нас второй планер есть. Не хотите забрать? Вот, так и ASG-шка пришла. А, удивительно. То есть, покупали грунт-бэйби, а за 10 евро купили ASG. Друзья, видите, как, вот, некоторые говорят, вот, не найти, как все сложно в этой жизни. Вот, главное желание, то есть, двигаться вперед. Двигаться вперед, мечтать. И как-то раз-раз, видите, все потихонечку и налаживается. Довольте секретные фотографии. Где? Вот, мой первый планер. Ага. После ресторации. Потом был такой двухместный. А после двухместного это что за? Это Берфольг. А, Берфольг. Ага, да. Мой грунт-бэйби, на котором ты завтра, я думаю, полетаешь. О, вот, друзья, вот на таком. Ну, только без свастики. А, думаю, это... Это было сделано для снимок. Ага. Гарниса. Другой гарниз в музее. А это гарниз, это получается... Бро-23. Было три сделано. Настоящий, который все знают. Это Бро-23 КР, который был в Туркен. А вот это что за? Отец жены сделал. Ньюпор. Ньюпор? Да. И летает? Да, да. Он тоже конструктор. Вот это, да. То есть он сам сделал самолет, и вот на таком Ньюпоре старинно летает? Даже самолет можно построить, если было бы желание. Я вообще преклоняюсь перед людьми, которые хотят что-то делать, что-то строить, и когда им особенно не мешают, вы видите, что творятся чудеса, начинают восстановление какой-то старинной техники до создания реплик. То есть главное хотя бы вот какой-то, не знаю, создать комфортную среду для таких самодельщиков, и тогда все это расцветает, живет, процветает. Друзья, посмотрите, какое чудо. Это Пайпер деревянный в самолете, который полностью был собран человеком у себя дома. То есть он выпилил двери на кухню или как-то еще там, ну короче, в общем модифицировал свою квартиру так, что этот планер деревянный он собрал у себя в квартире. Ну в принципе, видите, он достаточно компактный, крыло длиной не очень большой, а и удалось собрать самолет самому. Прекрасно просто вот. Я преклоняюсь перед такими людьми, которым говорят, хочу самолет, берут свою квартиру, переделывают так, чтобы взять и собрать, и летать. Кто говорит, что летать невозможно, летать сложно, вот он. Кабиночка такая, один за другим. Ну так все красивенько, вот так все деревянненько. Перед Ньюпором еще был би-план, похож на бюкер, может, с мотором Джабир. Двухместный, красивый самолет. Не, я би-планы очень люблю. Би-планы это вот если самолет, то... Мы даже этот би-план использовали для буксировки, Грунау, потому что с Грунау тоже такая же самая проблема. С Вильгой нужен опытный пилот. Там надо летать с закрылками, очень аккуратно, никаких резких движений, как там пилоты и буксировщики любят. Так, я пару раз в штопоре был. На Вильге? Да. Так, с этим би-планом очень приятно. Класс. Да. Ну и сейчас же он летает, да? Да-да-да, все летают. Все летают. Я преклоняюсь. Друзья, на этой оптимистичной ноте у нас все сели батарейки и так далее, а меня дома ждет мама. Мы первую серию заканчиваем. Я прям счастлив, что так спонтанно. Как обычно, все хорошее получается спонтанно. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Ждем. Ждите вторую серию, и она обязательно будет. Эгей! 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 Эгей!